Иногда встреча с чудом получается у меня весьма неожиданной. Никогда не знаешь, где тебя ожидает непостижимое и удивительное. К ущелью Пацас мы прибыли уже под вечер, и я думала, что это будет обычная приятная прогулка, которой мне так полюбились на Крите. Это удивительной красоты ущелья с величественными скалами, возвышающимися над головой, пещерами и небольшими водопадами. Богатое уникальной флорой и фауной. Расположено оно в 23 километрах к юго-востоку от города Ритимна, в провинции Амари, между одноименной деревней Пацас и дамбой Потами. Тропа в ущелье не самая простая. На пути будут встречаться большие валуны, деревянные лестницы, веревочные перила, которыми тропу оборудовала лесная служба. Ущелье очень любимо местными жителями как место отдыха, а власти радушно оборудовали его скамейками, беседками и мангалами. Интересно, что ущелье считалось священным и благодатным с незапамятных времен. Согласно раскопкам, которые провели английские археологи в 1886-1894 годах, здесь находилось древнее капище. Были обнаружены человекоподобные фигурки из глины, которые напоминали козлоногого пана, известного всем по мифам и легендам Древней Греции. Хотя источник, который расположен как раз на месте отдыха, оформлен скорее глифами в древнеегипетской стилистике. Древней Греции Дно ущелья усыпано яркими ягодами аронника. Очень красиво и очень ядовито. Но невесты Крита любят использовать его в свадебных букетах. Однако мы пришли сюда не отдыхать. Оказывается, ущелье носит еще и другое название – ущелье Святого Антония. И сейчас мы посетим скальную церковь, которая посвящена этому святому и находится прямо внутри горной пещеры. На Крите Святой Антоний считается покровителем детей и здоровья, но в общей христианской традиции он также почитается как основатель отшельнического монашества, стяжавший своими духовными подвигами большую благодать. Музыка Музыка Уже на входе в пещеру поражает количество ритуальных табличек, там, которые верующие вешают с просьбой об исцелении или в благодарность, если чудо исцеления свершилось. С этой же целью здесь оставлены костыли и корсеты. В эту скальную церковь стекаются паломники со всего мира, а стены этой небольшой пещеры утыканы записочками с просьбами о здоровье и исцелении, наверное, как знаменитая Стена Плача. Такую записку здесь может оставить каждый страждущий. Оставим и мы. Даже вода, капающая прямо с потолка пещеры, считается святой и обладающей целебными свойствами. Именно поэтому в пещере можно увидеть ведра, в которые, собственно, постепенно каплей за каплей и собирается святая вода. Сама церковь маленькая, в ней трудно разместиться даже одному человеку, но мы скоро с вами увидим, что остров Крит сплошь и рядом богат именно такими крохотными церквями. У них, однако, очень интересная история, порой неразрывно связанная с историей самого острова и всей Греции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok